Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и умножаться в познании всякой истины, хотя эта истина очень проста и неизменна. Она есть Иисус Христос, Господь наш и Бог. Давайте помолимся и сегодня кое-чем тоже поговорим. Господи, Иисус Христос, Господь мой Бог наш, неизменный в слове Бог, благослови, пожалуйста, эту трансляцию, устоговорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. И да прославишься Ты, Господь мой, и неизменный в слове и воле Своей Бог наш, чтобы все мы были счастливы. И имя Твое Святое явлено Тобое на кресте Твоем, и да откроется помышление многих сердец, и узрит всякая плоть, славу и величие, а главное, божественность Твою, воскресение Твое, ибо в жизнь саму в себе имеешь только Ты. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и будут на Тебя уповать все народы и все христиане. Христос посреди нас, братья и сестры, Он есть любовь, был, есть и будет всегда между нами. Хотел тему такую затронуть, все им известно, да? Бог есть любовь, или, ну, называют так, мудренно никто, наверное, не понимает, и антиномия гиены. Антиномия – противоположность, то есть вроде бы, если Бог есть любовь, откуда вечные муки? Да, в принципе, все, начинают такая общая тема, называется «Бог есть любовь» или страдания на земле, и после земли, и после жизни в аду, то есть там вечные муки в аду, в гиене огненной. Откуда все это, да? Чтобы Бог все это придумал. И вот я вам скажу свое мнение, а вы там решайте, как хотите. Учения человеческие мне неинтересны. У меня есть учение Иисуса Христа, Господа нашего, который всегда говорит и в сердце человеческом, а у христиан еще есть слово откровения Господа во плоти, в котором вся полнота божества телесна. Бог и есть Иисус Христос. Он все нам сказал, нам немного чего больше надо в жизни. И вот самый, как мне кажется, яркий, действительно хороший образ – это дерево, да, тоже. Ну, бывает хорошо образ лучше растения, да, бывает и неживой материи какой-то, камня там дома. Вот, бывает человек, все-таки мы по образу подой Божьим какие-то вопросы лучше рассматривать через образы, символы человека, да, ибо Господь нас и создал для этого, и видимый мир, чтобы мы познавали невидимый. И вот образ дерева здесь, мне кажется, ну, один из неплохих образов. Вот Господь сам приводил образ и говорил, что корень, да, ну, Отец, я лоза, вы все ветви на лозе. И я не знаю, как кто из вас, а я лично исповедую единого Бога, то есть монотеизм. Этот Бог Иисус Христос, этот Бог – абсолютная любовь, и в котором нет ни тени перемены, как нам все Евангелие и послание апостольское. Если кто на христолюбие интересно, смотрите мои ролики по Писанию, по Новому Завету в частности. Там мы будем видеть, что все Господь и все апостолы Его в один голос говорили, что Бог – благ, Он – свет, и Он не изменен. Нет в Нем ни капли перемены. Вот, и сам Господь открывал, что на Альфа и Омега первое, последнее, начало и конец. Поэтому я проповедую монотеизм и в начале бытия, и в конце. Я не знаю, как некоторые человеческие учения, я слышал христианские, у нас получается, что в начале был монотеизм, а стал дуализм. То есть вот эта борьба Бога с сатаной или там с добра со злом – это полный бред. Бог ни с кем не борется. Бог есть жизнь. Он есть основание всякого бытия. Его фундамент, его вот эти, как я говорил, проводочки от электростанции, его кислородные шланги к каждому. Ну, все причастно, все бытие, и существует, где нет Бога, там нет ничего, там смерть, но такого места нет. Бог везде. Зла вообще не существует, потому что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. В начале был только Бог. А значит, и в конце только Бог. Он сказал о себе в Откровении потом, да, как у нас красиво, у нас есть Иоанн Богослов, который открывается сначала в Евангелии, в начале Богослова, и Его же, как бы, Господь ему дает Откровение, где мы видим, что Бог Альфа и Омега, первое и последнее, начало и конец. Бог – все. Он и причина, Он и источник всего – любовь. Он и причина, то есть всего – это любовь, всякого действия. И всякая причина действия человека должна быть – любовь. Он и промыслитель, то есть все его дела – это дела любви. Каждый промысел о каждом человеке – это его промысел любвеобильный. Он каждого ведет к покаянию, каждого человека на земле, и даже сатану, всех духов разумных, которых он создал, все идут к покаянию. Все своим путями, промыслом Божьим, нам неведомыми. Это просто факт. Вот образ дерева, вот образ монотеизма, вот корень, отец. Бог есть любовь, корень наш – любовь. Он все сотворил. Христос – лоза, то есть продолжение дерева. Ну, как я вам и говорил, что семечко, вы сами знаете, в два конца распределяется. Поэтому как бы Бог один – это Отец и Сын, и Дух Святой. Поэтому и корень, и лоза – все это в разные стороны очень похожи. На самом деле, что корешки вот так вниз, что веточки вот так вверх. То есть есть просто часть под землей. Это вот зеркальные, на самом деле, образы. Да, Господь так в мире чудно положил. Поэтому, в принципе, даже разобрав этот образ, что все на земле – это вот корень, вот все от корня, который из Бог – любовь. Бог чуть умалится, эта веточка умрет, засохнет и отвалится. Все. Кто вот огородник, садовод, тот знает. Какие-то бывают отдельные веточки загнивают, отдельный кустик. Вот такое может быть. Вот так и происходит. Но опять же, это лишь образ, и кажется, ну да, вот Господь же сказал, оттечет, и все это упадет. Но вы поймите, что это только образ. Сейчас мы просматриваем, как дерево есть Бог, есть бытие. И вне бытия никакого бытия нет. Поэтому берем этот образ дерева, ну, конечно же, его вырываем из всего рисунка, и вокруг ничего нет. Нет никакой земли, некуда отсечь эти веточки. Это лишь образ, конечно же. Вот. Можно сказать, что мы его подтягиваем. Ну, а на то они и образы, чтобы какую-то конкретную мысль подчеркнуть, а не в нее все. Бога познать невозможно. Он и простота, и в то же время его невозможно объять. Конечно, его одним образом, одним символом, одним причиной объять. Его можно только созерцать. Причем, как мы познали христиане, реально воплотить. И вот. Не фантазировать себе ничего, никак там во всех религиях Бог неведом. Бог ведом. Это чудо, это счастье для христианина, что Бог есть Христос. Представляете? У человека счастье, он туда идет, как на праздник после смерти. Его встретит сам Христос. Христос, тот, кого он любит, ради которого он любил всех. И познал, что он сначала начинал ради Христа любить, а оказалось, что любовь – это суть бытия, и он сам счастливым. И он уподавлялся ему уже просто потому, что это закон моей природы. Вот. И вот отличный образ. Куда эта веточка денется? Господь не сказал, что есть смерть. Он говорит, после суда пойдут одни в муку вечную, а другие в муку радостную. Ой, в вечность радостная, а другие в вечность мучительную. То есть жизнь всегда. Значит, эти веточки отвалиться как бы не могут. То есть веточки могут как бы вот образ, если дерево рассмотрим, то есть загнивать, болеть. Мы видим, как у человека что-то болеет, заболел, там пальчик поранился, загноился. Что-то я не видел таких людей, которые сразу бегут за ножом и рубят себе, причем даже не палец, а руку целиком. Мы стараемся вылечить. И причем пальчик-то только что здоров был. Откуда болезнь-то? Болезни не существует. Она лишь паразит на добре, так скажем, на здоровье. Да, зло это паразит, это искажение добра. Самого зла не существует. Сначала Бог, а потом можно исказить Бога. Поэтому Бог создал все, и все прекрасно. А мы искажаем все это. Не Бог искажает. Мы, мы люди, мы имеем такую власть искажать, убить. Потому что у нас есть свобода богоподобная. Но если Бог по природе благ, хотя и по природе свободен, что вообще в уме не вкладываем, и никакой философии не познаваемо. Как можно быть вроде бы иметь свободным, быть свободным и иметь право согрешить, и в то же время Бог не грешит. Это великое благочестие тайна. Что в теории, в потенции он может, потому что он свободен, но он этого никогда не делает, потому что он абсолютное благо. Он никогда ни на кого не гневается. Если в нем была бы хоть капля перемены, хоть капля зла, все, он бы завтра стал сатаной. Завтра это образ слова, неважно какой период, миллиарды лет, триллиарды. Бог абсолютное совершенство, совершенно чистая любовь, причем не только энергия, а именно личностное существо. Личность, как сказать, существо уже какое-то слово, ограничивающее Бога. Личностная энергия. Мне вот это еще как-то нравится, потому что энергию тяжело описать, определение дать. Сразу в образе рисуется, в уме рисуется какой-то образ бесконечности. Вот мне нравится именно личностная энергия, хотя сам Иисус Христос имеет ограничения по плоти вроде бы как. Это великого благочестия тайна, как Петр красиво выразился, созерцая и познавая и Господом открываем ему эти глубины. Я всем напоминаю, что великого благочестия тайна не то, что Иисус Христос стал хлебом и вином, а великого благочестия тайна, Господь, пришедший в оплоти, Бог, явившийся во плоти. Вот что великого благочестия тайна. Вот это не надо туда лезть. Здесь все эти соборы гнилые, ничего не дали человечеству, ничего не дали христианству, а только рознь, злобу, ненависть и разногласия. Все это плоть, как Павел сам хорошо называет. Потому что если между вами распри, ссоры, ненависть, зависть, все это плоть, и вы все плотяны. Поэтому я лично верю Богу, а Он вечность совершенная. И Он альфа и омега. Поэтому Он любовь в начале, Он будет любовью в конце. Слово вечность никому не ведомо. Что это такое? Слово вечной муки, Господь намекает на то, что опять на свободу твою неприкасаемую ты будешь мучиться ровно столько, сколько ты хочешь. Хочешь укореняться во зле? Укореняйся, сколько тебе влазит. Укореняйся, попробуй в аду, поукореняйся. Посмотришь, как там весело на сковородке. Придешь в миру, Господь сошел в ад. Он Петру перед смертью открыл чудное пророчество. Чудное откровение. Это не пророчество, а откровение бытия. Очередное, да? Слово. Ну, хорошо, просто слово откровение, действительно, как и нам дано. Мы называем все откровением. Само Евангелие мы называем откровением Бога-человеку. Сам Иисус Христос нам, откровение Бога, да? Он открылся, явился. И он говорит, что сошел в ад проповедовать. Праведникам не проповедовать, там и теории. Проповедуют грешникам. Вот Господь сошел проповедовать, а то придумали. В одни потопа. Да, это образ. Что это всем всегда, кто сходит туда вне времени. Это вне временное событие, вне нашего бытия. Там все слышат проповедь Христова. Кто, кто не слышал, кто, может быть, отвергал, как-то еще раз ее познает, что правда это все было. Мы не знаем. Это образ. Потому что уж не дести праведникам до ной. До ной вообще, как оказалось, даже колено Сифова скурвилось, или как хорошее слово сказать. Ну, в общем, все, остался один ной. Где же это праведное колено Сифова? Нет его. Все, которое мне ставили было у Евы. Конечно же, это образ всех людей на земле. Всех. И Господь там всем проповедует. Ты уж не дести пророкам и двум царям ветхозаветным. И тем более, если они праведники. Зачем им проповедь-то? Просто Христа, вот он я, это не проповедь называется. Проповедует. Конечно же, Господь сказал, я пришел неправедников призывать, а грешников. Значит, и туда он пошел неправедников призывать. Призывать. А вот это все выводить, и началось там. Эти учения человеческие. Они никаким Евангелем не подтверждаются. Да, Петру мы видим откровение. И все, на этом остановимся. Пусть каждый как в меру своего любвеобильного сердца рассуждает. А учения не надо придумывать. Я вот отойду туда, и все. И мои слова пусть со мной туда уходят. Мы можем рассуждать, но Бог есть любовь. Вот мы рассуждаем. Вот вам вечность. Жизнь имеют все. Все на этом дереве. Как бы образ. Господь говорит, что его уцепили за эти слова. Ест хлеб, жизнь имеет вечную. Да, Господь говорит, что жизнь вечную имеют и те, кто в аду. Ест он этот хлеб, тело Христово не ест. Он имеет жизнь вечную. Только в аду. Это лишь образы все. На этом дереве все имеют жизнь. Да, только больную, либо здоровую. Отпасть от него, от Бога отвалиться невозможно. Все бытие сопричастно Богу. Все оно. Вот все, что нас окружает, даже деревяшки. Ну, как есть, да, красиво сказанное правильно. Негде некто сказал, что все, что есть, есть Бог. Но все это не Бог. Я не знаю, поймете вы или нет. Я долго врубался в эту фразу. То есть все, что вокруг, да, Бог. Но все это не Бог. Ну, сказано правильно, если вдуматься. Я как бы тут солидарен с этим человеком, христианином, некогда жившим. Формула, правильно подчеркивающая, что все это Бог. Но это все еще не Бог. И не только это Бог. Бог и видим, и невидим. Он все. Альфа-Омега. Мы все его клеточки. Все на земле. Вообще каждый волосочек. И поэтому, вы как хотите, я исповедую Бога любовь абсолютного. И здесь, и в вечности. Хотя это слово никому не ведомо. Слово, не имеющее определения, потому что любое слово мы знаем на опыте. Этого слова мы не знаем. В вечности из нас никто не был. Были единицы такие, как Павел. Наверное. Где он там вот был и слышал неизреченные глаголы. Может быть, был в вечности. Даже, хотя, как он мог, даже этого не сказал. И даже не знал, в теле или не в теле. Он даже это состояние писать не мог. Что мы можем описать? Мы описываем лишь те вещи. И язык наш лишь описывает те вещи, которые мы видим. И общаться друг с другом мы можем только в том случае, если мы оба эти вещи видели. Нас научили их вместе говорить. Что мама тебя научила солнце. И твоя мама научила тебя, что это солнце. Пальцем тыкала и произносила звуки. И когда мы теперь общаемся, мы говорим, да. Ты видел солнце? Видел, да, знаю. Ты понимаешь язык этого человека. И понимаешь, о чем он говорит. Говорить о вечности бессмысленно. Все эти трактаты великих богословов, вот с такими головами, бессмысленные. Трата времени пустая чтение. Ничего не даст. Никто там не был. Сидит, ковыряется. Чушь. Чушь. А что Бог есть любовь, нам открыто в Слове Божьем. Что Бог Альфа и Омега, Первый, Последний, нам открыто. Что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог. И это Слово, Любовь, нам открыто. И что Он Первый, и Последний. А значит, оно и вначале, и в конце было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Значит, Слово Бог, которое есть в Любовь, и вначале, и в конце. Все. Значит, просто есть путь покаяния. У кого-то быстрый, у кого-то далекий. Плюс у Бога нет предела совершенства. Господь говорит, если хочешь быть совершенным, юноше, книжнику или законнику, там в разных местах по-разному, пойди, продай все. То есть, отверни себя, раздай нищим. То есть, твори дела любви и следуй за мной, и следуй за мной. Там и в 16-й и 19-й главе у Матфея одно и то же говорится. Только разными образами. Если хочешь быть совершенным. И кто, говорит, хочет быть со мной. Вот он, как бы, Христос и говорит. Все очень просто. Поэтому все остальное тварь. Один Бог, творец. Все остальное тварь. Все эти Сатана, Антихрист, который вообще будет человек, там и все эти услуги. Все эти люди, нам такие же братья. Да, мне брат Сатана, представляете, даже дух. Мне брат Антихрист. Мне, да, вам не знаю. Вы ищите праведников. С преподобным преподобен будешь. Нет. Господь пришел не к праведникам, а к грешникам. Являйте. Он говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. Наше дело не прятаться от грешников, а им являть Христа, как Христос пришел к грешникам и явил себя. Он не к праведникам побежал, а к грешникам. В самую гущу, в самый жестоковыйный, окаменевший сердцем народ бросился. Для этого его избрал, потому что знал, что самый больной народ. И теперь мы, избранный народ Божий, во, самый больный. Кому больше дано, с того больше спросится. У нас есть Евангелие, сказано, не осуждай, не злословь, не обличай, не поноси. Нет, все будем ровно наоборот делать. Я тебя люблю, поэтому я тебя обгажу с ног на головы. Весь подол твой всем поднесу, всю срамоту ногаты твоей всем обличу, покажу. По злословле осужу, но я тебя люблю не могу, ни разу ничего тебе доброго не сделал, рубля не подал. Доброго слова не сказал, но я тебя люблю. Где тебе Господь сказал, что обличение это дело любви? Нет. Любовь это заповедь, есть дела любви. Когда он сказал, брат против тебя согрешит, во, когда брат против тебя, против любви пойдет, что-то сделает, обидит тебя. Скажи им, обличение это не дело любви, это лишь средство, способ, действие, как угодно, примирение, да. Может не получится, мы видим, Господь сказал. Это же не дело любви. Это дело вернуть любовь, которую вы потеряли. Вы ее уже потеряли, кто-то, вот брат тебя обидел, вы ее потеряли. Естественно, она теряется с двух сторон сразу. Поэтому я ни в какие вечные муки, вечные, да, муки, хорошо, что это слово значит, кто мне объяснит, кто видел вечность, кто ее чувствовал, кто вот мне. Хорошо, ты чувствовал, молодец, я не чувствовал. Слово мне, это ни о чем не говорит, я его опытный, не знаю. Я кушал яблоко, я знаю, что такое, ты мне предложишь яблоко, будешь, я скажу, конечно, буду, я знаю, что это. Я видел, что такое какашка, вляпывался в нее. Ты скажешь, будешь, если скажу, нет, не буду, я ее опытный ел. Что ты мне будешь про вечные муки рассказывать? Что мы друг другу будем рассказывать? Господь сказал, мы все разденемся. У нас у всех кожаные ризы, кожаные одежды. Все. Господь что сказал? Каждый будет судиться по делам. Каким образом? Бог никого судить не будет. Бог положил второй этап. Какой? Элементарный. Сейчас мы делаем, что хотим. Все одежонкой прикрыто. Эта одежонка снимается. И каждый получает ровно то, что он был достоин. Ни у кого споров никогда не будет. Мы когда обманываем, а человек, действительно, кто обманывал, родители. А родители неоспоримы доказательствуют. Ой, а сейчас камера есть. Сколько там в судах предоставляют. Ты там что-то несешь свое, а тебе опа и показывают. И ты... И сказать-то и нечего. Или 250 свидетелей. Или вот уж не располично влают. Вот это будет то ощущение. На тебе будет ровно то, что ты сам построил. Ровно то. Бригада работала на стройке. А ты смылся, спал. А бугор тебя впалил. В будке, что ты спал. Зарплату тебе дал ровно столько, сколько ты в тот день положил. А ты положил весь кирпичей. Пошел набухался. И там где-то спал. Никому не сказал. А бугор видел. На камеру тебя заснял. Сейчас у всех есть смартфоны. Все. При зарплате, когда ты стал возмущаться, он сказал, а что ты возмущаешься? Ты получил подостойно. Он говорит, как я работал со всеми весь месяц. Он говорит, да ты через день спал. Я видел, как ты бухал. И все ему ролики. Все. Так это еще все по внешнему. Мы опять судим. По-человеческому. Это же опять образ суда. Я тебе что-то доказываю. Ничего Бог доказывает никому не будет. Твоя вот эта душа будет иметь образ, как я читал, да, и с этим согласен. И самому мне от Бога такие откровения, я считаю. Ну, я рассказываю свое сердце, да. Что мне Господь по моей чистоте туда вкладывает. А там вы сами судите. Человек, конечно же, на все будет отражено на нем. Он врал, будет вонять. Он говорил добрые слова, будет благоухать. Прелюбодействовал, будет какая-нибудь кривизна. Или такая вот такая вот. Мы же как, гляньте, мы как в мире-то мы хотим быть красивыми, умными, чистыми, добрыми, похудшими. Там всеми этими обладать. С ушами хотим быть, с зубами здоровыми, с языком, с глазами, с волосами красивыми, да. Мы же не хотим быть пляшивыми, вонючими, грязными, уродливыми, хромыми, без рук, без ног, без пальцев. Мы хотим быть всем. Вот, вот будет то, что достойно. Сейчас свойства души, вот эти, которые невидимы. Доброта, помните, плоды духа. Радость, или ты вечно смурной, как черт. Посмотрите на этих половину проповедников этих, которые все сатанистов там ищут. Да они же черные. На него смотреть жалко даже. Он у себя улыбку целая проблема видит. А ведь радость после любви, второй плод духа. Так она откуда появляется? От настоящих дел любви. Чистых, искренних, бескорыстных. От любви к человеку, к природе, ко всему мирозданию. А соответственно к Богу. А он потому черный, как головешка. Он все себе врагов ищет. И если нашел, еще и вокруг найди себе врага, и с другим еще на этом же основании объединяются. Вот сборище-то. Мне там говорят, не говори сатанинское, а какое? Это и есть сборище сатанинское. Если я собираюсь во имя Христа и во имя любви, не забывайте две эти вещи. Можно во имя Христа собраться, но чтобы кого-нибудь, как вон эти, еретиков сжигают, вот собирались. Это сборище сатанинское. Чистой воды. Чистой воды сборище сатанинское. Во имя Христа сжигали, собирались, как и на Христа собрались, на праведника, Господи твоего. Чтобы сжигать. Это сборище сатанинское. И во всех конфессиях такое почти было. Ради Христа собирались, да. Только не во имя любви, чтобы кому-нибудь что-нибудь доброе сделать. А чтобы убить человека. Это сборище именно того самого Отца, который их и есть. Их и порождает, им все это и вкладывает в сердца. Так что я... Вечные муки, да. Что такое вечность, только вы мне скажите. Да, все имеют жизнь вечную, все имеют. Ешь ты этот хлеб, не ешь какой-то там хлебушек, я не знаю, где ты там ешь. Веришь ты во Христа, не веришь. Бытие уже есть. Оно бессмертно, оно вечно. Но ты здесь. Либо страдаешь, либо радуешься. И там ты будешь либо страдать, либо радуешься. Человек, выбери, что ты хочешь. Любовь, радость, мир, счастье и блаженство. Или зло, несчастье, страдание, огорчение, раздор, раздирание, разделение, ненависть, злобу, коварство, лицемерие, измену, скорбь, печаль. Что ты хочешь, выбери. Выбирай здесь, выбирай там. Христианство – это счастье. Это учение блага бытия, счастливой жизни. А она невозможна без Бога, который есть. Это благо. И источник этого блага и податель постоянно. Он и начаток, и дальше его питатель. Все, избери его и будь счастлив. Вот что такое проповедь христианства. Для чего пришел Христос? В этот мир зла причем пришел. Он с небес пытался говорить, никого не устраивает. Пришел, говорил, тоже не устраивает. Сейчас в Духе Святом, в усиленной силе, говорит в тех, кто это принимает. И Господь ихними устами говорит это. Никому это не нужно. Я все равно всех буду обличать, ненавидеть, злословить. Да. Я так люблю всех. Рубля не подам, но всех обличу. Всех. Всех на свете. Всех осужу. Обо всех рассужу. Обо всех я буду рассуждать. Это обязательно. Не о себе, а обо всех я буду рассуждать. Кто какой. Мне ж надо знать-то. Бяда. Вот так вот. Вот что я вам скажу. Бог Альфа, Омега, первый и последний. И Он, Господь есть Бог, любовь. Все. В начале Бог, любовь и в конце. Никакого дуализма в конце веков не будет. Бог будет всячески во всем. Будет вечное царство любви. Никуда не убежишь с этой планеты. Я всем еще такой, может слышали, чудный образ. Куда ты с круглой земли сбежишь? Никуда. Нет бытия вне Бога. Ну нет его. Вечный дуализм исповедовать, я считаю, богомерзко. Богохульно. И ты проповедуешь не Христа, и не Бога, и не любовь, и не Альфа, и Омега. А неизвестно, в чем вообще тогда. У тебя из монотеизма превратилось в дуализм. Да Бог, дьявол, он тварь. Его Бог поддерживает, жизнь ему дал, и держит эту жизнь. Он сейчас вот так вот сожмет эту пуповинку, которая его держит, и его нету. Он прыщ, он никто вообще. Мы вообще никто. Бог есть, да, мы. Бог, он говорит, я есть. Он есть, а мы только в его фантазии. Мы его логосы. А он есть, он есть, он истина. Истина, истина то, что есть. А мы не истина, истина только Бог. Он просто есть. Вот дерево истина, и вот погреб истина, истина, я его вижу, есть, есть. А вот медведь истина, нет никакого медведя. Истина это то, что есть. Вот Бог есть. Бог есть, Бог есть, Бог истина, Бог сущий, Бог бытие, Бог везде и всюду, Бог Альфа, Омега. Мы никто, мы не истина, мы его создание. Но Бог любовь, поэтому мы уже будем вечные. Он нас приводит в бытие каждого и не убьет, конечно же. Никого никуда не денет. Но надо понять, что ты можешь либо быть счастливым, быть в гармонии с Богом, может быть, несчастлив. Так что вот так вот. Вот так вот. Ну, наверное, все на этом. Как-то вот так вот я в легкой форме. Я говорю, кто чего? А, еще я скажу простую вещь. Если я человек в своем сердце, в грешном сердце, грязном, мерзком, да, покаявшемся, да, подвязающемся в любви. Но если я человек, ничем не обладая, никакой властью, но в фантазиях своей такую придумываю, как говорят, нет предела ни рай, ни ада. Поэтому действительно, мы что, в злобе видим люди, что сатана там извращается, что люди, мы видим эти войны, извращения частных каких-нибудь маньяков, какие-нибудь фашизмы и так далее. Всю жизнь все эти войны, извращения и все подобное, да. И наоборот, если я как человек, думаю, исполненный любовью, думаю, господи, вот если бы у меня была власть, как у тебя, я абсолютный бог, я все знаю, я все вижу, я все творю. Я как любящий отец, я же не наказываю детей, а пытаюсь как-то понять, создать какую-то ситуацию, чтобы он осознал, что ребенок там согрешил, обманул, ударил, прогулял уроки, как-то надо его воспитать. Я же его не убить хочу. Кто убьет своего ребенка? Нормальный человек. Нет, родители любят детей, поэтому бог не наказывает, а, как говорят, наказует. Наказывает, делает наказ, говорит, как надо, да. Поэтому бог нас не убивает, а воспитывает. Это разные вещи. Он отец нам открылся в крещении, мы слышим. Я бог твой, в тебе моя всегда благая воля. Я о тебе всегда думаю, как с тобой поступить благо. Ты сын мой любимый. Там любимый переводит. Вообще-то надо любимый. Там было какие-то слова, возлюбленный. Это потом, я не знаю, где появилось оно. Там по-русски переводится любимый вообще просто. Любимый. Любимые братья и сестры там обращались. Апостол. Это слово какие-то возлюбленные. Ну, не знаю, откуда он там, когда он стал писаться. Это какая-то уж другая культура, мне кажется. Не еврейская даже. Там слово обычное, любимый. Люблю вас, люби. Вот, а не возлюбил. Вот, и если у меня в голову такие мысли приходят. Говорит, Господи, если бы я мог, вот я понимаю, ты всемогущий. Ты там что-то делаешь как-то вот так, каждого ведешь. Какими-то скорбями по голове настучишь. Дойдет до человека, завопиет, любви хочу. И придет в это, да. Если я до этого додумаюсь, что если я бы был всемогущий, и я сейчас уже испытываю по многим людям такую жалость, такую любовь, такое сострадание. Да, желание как, чтобы каждый человек был счастлив, исправился, любил другого. Но это я так думаю, я, конечно, не обладаю такой властью божественной. А Бог есть в бытие, в бытие непознаваемом, создавший это мир и могучее. То уж тем более Бог, наверное, так думает. Вот к чему я, как бы, говорю. И это факт. Мы образ и подобие, и я, глядя на себя, могу судить о Боге. И если я только думаю об этом, Бог это может сделать. Невозможно я человеку, я закончу. Возможно, Богу. Поэтому, если я этого не могу сделать, Бог может. И придет каждый в свое время в меру совершенства. И омоет каждого грехи, саму и даже сатаны. Это светлый божественный ангел был создан. Мы просто даже не понимаем, кто он такой. И не понимаем своей славы, Господь сказал. Поэтому нам еще и не дается то, кто мы есть. Ну все, давайте помолимся и будем прощаться. Господь мой и Бог наш, Иисус Христос, сущий и неизменный в слове своем Бог. Слава тебе за все. Спасибо за эту трансляцию. Спасибо за все. За то, что открываешь ум к разумению Писания и истины Твоей, которой есть любовь, которая познается делами любви к ближнему и упованием на Тебя, отвергнувшись Тебя силою Твоею для славы Твоей. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо за все. Спасибо. Спасибо за всех братьев и сестер. Все Твои благословения на всех нас, алчущих и жаждущих в сердцах Тебя, правды Твоей истинной любви. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос посреди нас, братья и сестры. Те, кому понравился ролик, ставим большой палец вверх. Не понравилось, все равно ставим палец вверх. Делимся, с кем считаете нужным этим роликом. Все мои адреса каналов на Ютубе наверху. Контакты внизу для связи, а полезные ссылочки всегда справа. Всех нежно целую, крепко обнимаю. Храни Христос, пока-пока. До встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok